И на этом саммите. Но вот именно по политическим мотивам Россию до сих пор не включают в финансовую семерку. На это указал сегодня помощник президента Шерпа Игорь Шувалов. И продолжить. Оказывать давление на Россию бессмысленно. Чем дольше они будут держать нас вне ВТО и финансовой семерки, тем хуже будет всем. Сказал Шувалов, прямо указав на американцев. Впрочем, о приезде Буша чуть позже, пока же о других участниках большого сбора в Петербурге. О том, как антиглобалисты дождались сегодня губернатора Матвиенко. На этих кадрах стадион имени Кирова. Контр-саммит. Антиглобалисты. Они просили разрешить им шествие к рейсеру Аврора. Говорят, что шествие их безопасно, что люди они мирные. Но ведь нельзя исключать и возможности, что попадутся какие-нибудь экстремисты, которые устроят провокацию и испортят в частности вашу репутацию, отвечал Матвиенко. Ными словами, разрешений на шествие так и нет. На эту встречу Валентина Матвиенко поехала от нас. Но одна примета саммита есть. Она, правда, похожа на все саммиты Большой Восьмерки. К теме, например, приходилось бывать закрытая акватория Невы. Но это такое нестихийное бедствие, скорее объяснимое. Это всего лишь несколько дней, три дня, так что это не трагично. Но вообще приезд вот такой большой Восьмерки, да еще по 300 человек делегаций, к минимуму каждого, это такое стихийное бедствие для города или нормально? Вы знаете, к счастью, в данном случае выдержаны традиции таких саммитов, которые, как правило, проводятся в очень маленьких городках. И, собственно, сам саммит будет проходить пригороде Санкт-Петербурга, поселке Стрельно. Это абсолютно никак не затрагивает город, его жизнь, жизнь людей. И никаких негативных, таких серьезных последствий для города с точки зрения перекрытия движений, закрытия каких-то учреждений или еще что-то, или каких-то особых режимов, ничего этого нет. Город живет обычной, нормальной жизнью. Поэтому мы абсолютно спокойны. Но стихийное бедствие, как правило, это антиглобалисты. Я знаю, что здесь вы поместили на стадион Намикирова. Вообще, собственно, чего вы от них ожидаете? Ну, антиглобалисты, это уже такой непременный атрибут любого саммита Восьмерки. Естественно, сегодня они находятся в Петербурге. К нам обратился оргкомитет антиглобалистов с просьбой разрешить им провести социальный саммит. Это некие действия. Мы сразу согласились, с первого дня предложили им несколько вариантов на выбор, где можно было бы разместиться. Они выбрали стадион Кирова и территорию, прилегающую к нему. Они обратились к нам с просьбой помочь им с палатками, с организацией питания. Мы с удовольствием это сделали, потому что я считаю, что обязательно должны быть созданы условия для выражения иной, другой точки зрения. И такая возможность им предоставлена. При этом мы идем навстречу по всем просьбам, но строго, конечно, предупредили, что мы не должны мешать петербуржцам жить, работать, передвигаться по городу. И в этой части пока у нас есть понимание.